Здарова, битмейкеры! На связи Савченков, проект Bitmaking Guru. И сегодня я буду делать бит из звуков, которые вы мне любезно накидали в комментарии под предыдущим видео. Заваривайте чаек, готовьте себе бутерброды и приятного просмотра. Итак, из звуков, которые вы мне поскидывали, я взял вот этот чент, я взял вот этот свисток, перкуссию, вот эту вот мелодию, вот эту перкуссию и битбокс. Вот этот. Остальное подобавлял немножечко, конечно же, своих звуков, и сейчас давайте посмотрим весь процесс создания этого бита. После долгого выбора сэмплов я все-таки остановил свое внимание на лупе электропианино и сделал из него основную мелодию. Так, это у нас что? Это попробуем на 4 такта растянуть. Скорее всего... Мои любимые хэты. Сюда сделаем ролл. Так. Мне нужен хороший снейр. Так, я думаю, что вот этот звучок можно вставить вот сюда. Или вот сюда даже. А я тут вот так. И надо сделать ему, значит, вот так, чтобы он звучал исключительно по длине ноты. У меня есть отличная идея. Ввожу хэштег BMGuruGang. Пиши свои комментарии с этим хэштегом, и я буду добавлять их комментарии в следующие выпуски. Также, если ты хочешь, чтобы я ответил на какой-то интересующий тебя вопрос, задавай его в комментариях с этим хэштегом, и в одном из видео на самые интересные вопросы я буду отвечать. Так, я думаю, можно записать драмки. Я думаю, надо басец добавить какой-нибудь. Пропишем басец. Овен хэтик. Овен хэтик поставим сюда. Совсем забыл. Я же еще использовал вот этот вот саксофон. Только я его почикал, сделал его супер коротким, и поставил в начале такта раз в четыре такта. Ага, вот, вот так, отлично. Попробуем на него дилей. Так, ладно, что у нас здесь есть? И у нас здесь еще... Ну, можно попробовать. Конечно, звук он необычный, он непонятный, но... Давай только его один раз в два такта поставим. Я долго думал, как можно использовать вот этот чемп. Потому что сам по себе он прикольный, он мне очень понравился, но именно в контексте данного микса он абсолютно не звучал, не садился туда. И, посидев, подумав, пошаманив, я решил развернуть его. Накинул на него ревербератор, и в итоге получился достаточно прикольный атмосферный синт. Вполне себе неплохо. Но нужен дилей двойной, пинг-понг, потише и чуть-чуть вот так. Так, пока что мне нравится все, что получается. Давай запишем эту темку. Раз, два, три, четыре. Следом я начал шаманить над латинским свистком. Ладно, попробуем на этот тоже повесить какой-нибудь реверберационный ревербератор. Так, только стрячь. Еще божественнее. Субтитры сделал DimaTorzok Так, запишем. Шикарно, нет? По-моему, вообще отлично. Остался битбокс. Я планировал изначально сделать из него литб, но в итоге сделал что-то более интересное. Значит, я хочу на него gross beat. Реверберация. Давай сделаем на весь такт его. И на него еще можно повесить... Так, так, так. Create automation clip. Как шикарно вообще. Так, ладно. Попробуем сделать аранжировку и посмотрим. Минуточку внимания. Если ты хочешь научиться делать классные биты, либо прокачать свои имеющиеся навыки и при этом сэкономив достаточно огромное количество времени, я могу тебе с этим помочь. У меня есть большой мощный видеокурс на 6,5 часов, в котором я подробно, пошагово рассказываю, как делать хорошие биты в FL Studio. Если тебе это интересно, если ты дорожишь своим временем, нервами и ты хочешь, чтобы я тебя научил делать биты, ссылка в описании. Вписывайся и добро пожаловать. Сюда нужен какой-нибудь distortion, наверное, потому что бас еле заметен. Кропаль. Можно басу добавить басы. Главное не переборщить, конечно. Может быть, что-то еще добавить. Давай вот чисто какое-нибудь тупорылое пианино, типа фрутикейс. Я думаю, что мы это запишем сейчас. Почему бы и нет? Ну, типа, оно добавляет атмосферу, и это прикольно. Промазал последний, но это не страшно. Субтитры сделал DimaTorzok. Это чисто такой деловой гэнгстерский стиль. Мне кажется, хватит. Его останется только теперь досвести хорошенечко, сделать ему хороший мастеринг. И на этом все. И полную версию этого бита ты сможешь послушать, перейдя по ссылке, которую я оставлю в закрепленном коменте под этим видео. Надеюсь, видео было интересным и полезным. Надеюсь, оно вдохновило тебя на создание чего-то нового, крутого и интересного. Если это так, ставь палец вверх. Подписывайся на канал, если здесь впервые. Жми колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео, а самое главное о стримах. И до скорых встреч в новых видео.